Вот уже восьмой раз дворец «Спортвидное» становится площадкой для масштабных соревнований российского уровня. И несмотря на то, что они носят название Кубок Ленинского района, более 500 спортсменов нашей страны собрались здесь. Это ФКФ объединяет в себе много каратэ. Здесь могут выступать Шатырио, Гадзирио, Водокай, единые правила, по которым они могут выступать. Поэтому наше сейчас каратэ вошло в Олимпиаду. И в 220 году в Токио мы будем представлять. Я думаю, наши спортсмены выступят хорошо. В Ленинском районе есть спортсмены по каратэ, на которых делается высокая олимпийская ставка. Валентин Ким тренируется, а теперь и преподает для ребят нашего района. Он один из тех, кому выпала честь представлять Россию в Токио через 4 года на Олимпиаде. Для нас это большой прорыв для всех, потому что, ну, скажем, наш вид спорта не всегда воспринимали хорошо. Да, были хорошие мнения, были плохие мнения. Сейчас, я думаю, больше будет популяризации. То есть и в городе видно, да и вообще в России. Сейчас в районе более 150 спортсменов, занимающихся каратэ. Наша школа находится на высоком уровне, подтверждением чему являются кубки и грамоты. И сегодня видновчане опять на пьедестале почёта. На первом месте. Есть у меня друг. Мы мечтаем на чемпионат мира поехать, на Олимпийские игры выиграть. Высокая планка для спортсмена – стимул к дальнейшим победам. Так и для хрупкой москвички Виктории. На Кубке Ленинского района она впервые, но уезжать без награды не собирается. Девочки дерутся больше, чем мальчики, и поэтому немного страшно. То есть они более агрессивны? Да. Они готовы на всё ради своей победы. А ты? Тоже. Принять участие в подобных соревнованиях не только почётно. Для спортсменов и их тренеров они служат так называемой обкаткой. Есть возможность оценить свои силы и посмотреть на спортсменов других школ России. Екатерина Чернышева, Данил Свидерский, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова